Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. 7 лет назад расстался МЧ, взял замуж, признавался в любви и говорил, что меня никогда не забудет. Я расстался тогда с ним, наверное, потому что он меня сильно любил, любовью своей надоедал. Я тогда сама только развелась, когда его встретила, он младше на 3 года, мы расстались. Я потом пожалела, но у него уже была девочка. И вот постелся менять звонок. У меня как раз никого нет, предложение встретиться, признание в любви, отличный секс. Уже встретились с его друзьями, которых я знал, а вдруг его говорили, что он всегда меня вспоминал, скучал. Я, если честно, рада, переосмыслила свое отношение к нему, он сейчас в процессе развода, я в замешательстве, правильно ли я поступаю? Вдруг он вернется к жене? Я пока не могу понять его отношение, кажется, что он очень переживает по поводу развода, детей у них нет. Даже не понимаю, как себя вести с ним. Периодически начинает плакаться, что 7 лет. Женой, как и под хвост, может, вообще не надо было начинать эти отношения. Хотя, наверное, чего уж говорить. Вот думаю, может, нафиг я вам все это влюблялась. Кто сходился с бывшими после длительного расставания, что вышел. Ну, во-первых, наверное, здесь в первую очередь имеет смысл сказать то, что мы психологи, вот, то есть специалисты, и мы помогаем решить проблему вашу. Поэтому говорить о том, кто сходился и так далее, это немножечко для другого форума, вот, для форума, где люди обсуждают свои проблемы, не являясь специалистами здесь. Именно вы задаете вопрос специалисту. Вот. Значит, вы пишите, что расстались с молодым человеком из-за того, что он вам надоел своей любовью. Вот. А вы сами были после развода. Вот что здесь хочется сказать, наверное, так это, пожалуй, то, что есть такое чувство, что вы не до конца на тот момент тогда как-то вот может быть прожили развод свой. Есть такое ощущение. У меня, по крайней мере. потому что, ну, после развода, да, сразу бросились значит, в другие отношения. Вот. Это довольно-таки распространенная позиция, довольно-таки распространенная такая модель поведение. Вот. Тогда как развод по большому счету является травмой, является психотравмой. Вот. и я бы сказал, что ее нужно прожить эту травму, те чувства, которые у вас она, эту травму вызывает. вот. Ошибки ваши, вот именно, ну, ошибки, которые вы совершили. Потому что, ну, понятно, что вот, как бы, ну, просто так люди, наверное, не расстаются, да, значит, почему-то вы расстались. Вот, поэтому тут нам нужно, конечно, смотреть на то, в следствии чего произошел развод, вот, и смотреть на то, как вы сошли с молодым человеком, на фоне чего, что между вами общего. Дальше, вы пишите, что пожалели, вот, тут тоже есть такой момент, о чем вы пожалели конкретно, дальше, спустя 7 лет у меня никого нет, предложение встретиться, признание в любви, отличный секс, уже встретились с его друзьями, которых я знал, а вдруг его говорит, что он всегда вспоминал и скучал. Вот здесь есть такое ощущение, что вы как-то больше занимаете, знаете, такую пассивную, несколько позицию, вот, есть такое чувство у меня, что вы занимаете пассивную позицию здесь. Как-то вот, ну, к себе, к себе относятся, ну, несколько, если можно так выразиться, невнимательно. Вот, то есть вы воспринимаете, ну, как бы, вот, ну, к своей позиции вы не прислушиваетесь, как будто бы, да, то есть все происходит как-то очень быстро, все происходит как будто бы довольно стандартно, все происходит по желанию, собственно, молодого человека, вот. Ну, не по-вашему. Дальше. Я рада переосмыслила свое отношение к нему. А как? Как вы переосмыслили? С чего на чего? Он сейчас в процессе развода, я в замечательстве, правильно ли я поступаю, вдруг он вернется к жене. Здесь ваша тревога, неуверенность, неуверенность в себе. То есть вы боитесь, боитесь чего-то, например, что вас бросит. Опять же, это вполне может тянуться из, вот, брака. Дальше я пока не могу его понять, его отношение, ну, вам и не нужно его понимать, его отношение. Вы лучше, вы к себе прислушивайтесь, а не к его, не к его отношению. Кажется, что он переживал, вот, по поводу развода, вот, ну, это нормально, что он переживает, по поводу развода, это абсолютно нормальная история, вот. Другое дело, как на это реагируете вы? Даже не понимаю, как себя вести с ним, периодически начинает плакаться, что семья с женой коту подходит, а здесь пределы своих личных границ. Вот как вам хочется, так себя вести. Может, вообще не надо было начинать эти отношения? Ну, это, опять же, неуверенность и тревожность. Теперь, с чего говорить, вот, думаю, может, нафиг я вам все это ввязал. А вот поправьте меня, если я ошибаюсь, вы пишете, с чего говорить, и потом пишите эту фразу, нафиг я вам все это ввязал, вот, не противоречили здесь. Вот. По поводу того, значит, что вышло. Из-за схождения с бывшим. По поводу этого скажу, немножко. Понимаете, штука в том, что, если вы, значит, с человеком расставались, вот, если вы с человеком расстались, вот, ну, расстались вследствие, значит, каких-то причин, то, скорее всего, эти причины, они дадут о себе знать вновь, потому что люди, они, как правило, не меняются, вот, сами по себе, по крайней мере. И, соответственно, соответственно, если мы берем, вот, ну, если мы берем как-то за основу то, что люди не меняются, то проблема, о которой вы говорили, даст о себе знать снова. Ну, вот, нравится вам это или нет, вот, то есть тут такой момент. Если вы человека воспринимаете как костыль, то есть как опору, вот, то здесь тоже такой есть нюанс, что это тоже может привести к негативу, вот. То есть, ну, именно, вот, конкретно негатив в смысле, ну, в смысле того, что, ну, опора это зависимость, зависимость, как бы, и, ну, из зависимости, из зависимых отношений, да, построить что-то, я бы сказал, довольно сложно. Хороший, за зависимый человек, это, ну, не свободный, не свободный человек, скажем так. Вот, поэтому, очень важно, чтобы вы на это обратили свое внимание. Очень важно. А решены ли сейчас те проблемы, из-за которых вы и расстались? То есть, увы, за семь лет не построили отношения ни с кем, тоже как-то, ну, вот, о чем-то говорят. Это, конечно, не, грубо говоря, не прям, как-то, ну, какой-то такой критический момент. Вот, но это, довольно-таки, такой, серьезный звоночек, вот, для вас, что в купе, что страхами, да, вот, в купе с, так скажем, в купе с тем, что вы отношений, вот, не смогли. И, ну, построить, да, это, конечно, все создает такую некоторую картинку, вот, которая может, ну, достаточно, определенным образом говорить о вас, скажем так. Вот, поэтому, я думаю, что вам на самом деле нужно в себе разобраться, вот, я думаю, что вам нужно как-то поисследовать себя, да, и увидеть вот, с чего же, собственно говоря, я вообще хочу. Что мне вообще нужно, ну, ну, по факту, что, чего мне надо. А вы больше дегасеетесь сейчас как будто к тому, что выйдет, то есть к какому-то, ну, конечному результату, скажем так. Что, на мой взгляд, на мой взгляд, является проблемой. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok